воля божья воля это то что любит бог потому что сила любой воли заключается в любви мне кажется мы раньше уже об этом говорили и это кстати очень важно понимать что бог хочет чтобы мы были здоровы если вопрос то и так ну какова воля божья мы можем перефразировать этот вопрос и спросить чего хочет господь он хочет чтобы мы болели или он хочет чтобы мы были исцелены он хочет чтобы мы были исцелены аминь но мы исцеляемся на основании веры еще расскажу что не глубина проблемы если бы люди бы исцелялись из-за того что им слишком плохо тогда многие люди во времена иисуса которые не получили исцеление я должны были быть исцелены но многие умерли на самом деле от своих болезней то есть не не проблема не слезы не то что не твои достоинства приносится стены не твоя праведность неправедность других людей некоторые они не рассчитывают на свою праведность но они думают что может быть праведностью ильи федора до или кого-то другого они смогут историю ты исцеляешься поверье ами вот это работа ты исцеляешься когда ты веришь а когда ты веришь ты просто переходишь из тьмы к свету ты переходишь с долины плача с низких состояний из ропота выходишь из этого и ты поселяешься туда где всегда есть возможность исцелиться преобразиться и только так ты можешь удерживать свое исцеление потому что если ты сходишь туда на некоторое время забежишь в какое-то высокое состояние царство небесного и ты что-то примешь но потом ты пойдешь назад в мрачные мысли в депрессию в разочарование то эта возможность опять все потерять но никто не запрещает нам остаться в самых высоких состояниях и проявлять себя в этом мире как рожденные свыше то есть проявлять себя как любовь как мудрость проявлять себя как дети света который не от крови и от плоти а от бога рождены давайте вспомним что многие из нас мы рождены от бога а если не так то ты можешь это исправить прямо сейчас когда призовешь имя господа в твою жизнь и за этим неминуемо последуют божьи чудеса последует исцеление я прямо сейчас ощущаю что есть вещи которые приходят это сильный иммунитет кто-то нуждается в том чтобы твой иммунитет был укреплен и я вижу что это приходит просто войди в это это мощный сильный иммунитет который дает господь это реальность божья у бога сильный иммунитет он дает от всякого зла никакое зло вообще не может ему приставить за всю вечность никакое зло вообще не имеет никакого отношения у бога иммунитет против всякого зла и ты дитя божье ты просто иди на эту территорию бога и у тебя тоже появляется сильный иммунитет у тебя появляется новый метаболизм новый обмен веществ это радикальное изменение в твоей жизни это новая атмосфера жизни приходит такой терра фермера новый климат новая атмосфера преображения твоей жизни не только физически но и на душевном на духовном уровне это приходит и высвобождается прямо сейчас и от макушки головы до пят ты почувствуешь как как потоки как и небесное электричество это проходит через себя это начинается уже прямо сейчас ты будешь как такая заряженная батарейка ты почувствуешь что ты даже двигаться начинаешь быстрее по этой жизни со твои мысли становятся более ясными так много энергии приходит в твое тело потому что наш бог есть господь сил и он утомленным дает силу сказано устают и юноша и старцы славы но уповающие на бога они обновляются в силе и когда ты сейчас призываешь имя господне то приходит сила обновления как будто в жизнь приходит прорыв настоящий прорыв вашу веру новый уровень новый сезон для вас я вижу активность уже в духовном мире я вижу что ангел небесная сокровищница смотрит на вас чтобы принести вам благословение вашу жизнь и кому-то нужно принять это прямо сейчас вам нужно просто выйти на встречу божьим благословением оставить старые мысли оставить уровне те которые на которых вы уже уютно устроились может быть прежде но сейчас пришло время подниматься выше и выше и выше начинаете подниматься по этой чудесной лестнице в божье присутствие по лестнице вашей веры возрастая в вашей вере возрастая в ней имея веру божью чтобы ваша вера это была божья вера новый уровень веры новое качество жизни вместе с тем каждый человек во что-то верить знаете все люди во что-то верить человек который теряет веру не живет это суицид он просто уходит из жизни там где вера надежда потеряна человек может прожить какое-то время без пищи без веры люди самоликвидируются просто это очень печально но когда вы верите то вы живете вы можете иметь веру достаточно для выживания а можете иметь веру для жизни библия говорит что иисус не выживал он жил в нем была жизнь и жизнь была свет человеком и то что он предлагает нам это жизнь и жизнь вечную и драгоценно я хочу еще раз тоже засвидетельствовать о том что идет этот процесс исцеления мы вчера молились и мне тоже господь слово давал такое почти как пастор андрей тоже высвобождал обновление всех внутренних систем о том что то слово которое врачи говорят о ковиде о том что это как герпес или какие-то другие вирусы входит и она постоянно разрушает чуть ли не как спид иммунитет что господь высвобождает особую силу особое помазание разрушить это проклятие разрушить это слово потому что он тот кто воскресил христа из мертвых он тот кто отменяет пление отменяет всякий закон смерти и вы рождены свыше вы носители этого сверхъестественного семени слова божьего сверхъестественного духа сверхъестественной сути и ваш иммунитет ваши клетки все это обновляется и приходят свидетельства люба елисеева говорит мы живем великобритании в лондоне я писала просьбу молитвы за друга он был два месяца в коме от ковида и молитва была четырех стран молились вы с нами и он вышел из комы и открыл глаза господь победитель и мы провозглашаем жизнь на всех у кого был было ковид у всех у кого аутоиммунное заболевание у всех у кого проблемы с щитовидкой с обменом веществ во имя иисуса христа господь отменяет вы не просто выходите из комы вы не просто выходите из пораженного состояния но как говорилось и провозглашалась в этой студии вы поднимаетесь выше и выше вы полностью здоровы вы полностью обновлены и пусть плохое зрение сколько бы вам не было лет во имя иисуса христа отменяются всякие очки чтобы ваши глаза видели как молодости как у моисея которому было 80 лет и зрение его не притупилась и сила его не истощилась это есть наследие рабов господних детей господних слуг господних быть такими как иисус во имя иисуса христа мы благословляем вас друзья а Субтитры создавал DimaTorzok